Всем привет! Как ни удивительно, но сегодня на канале видео не про радио. Правда, про радио. В общем-то, наверное, многие уже узнали по приборам, которые стоят у меня на столе. Правда, один лежит, другой стоит, но какая разница. В общем, ребят, у меня в очередной раз новое увлечение. Ну, конечно, радио я никуда не забросил, радио остается со мной, но сегодня мы будем говорить про, так сказать, любительскую дозиметрию. Мне эта тема прям очень понравилась еще давно. Где-то, наверное, в 2015, может, в 2017 году я задумался о приобретении, собственно, дозиметра, радиометра, но на тот момент я не нашел для себя доступных вариантов, хотя вот этот, который стоит, МКС, уже существовал, но я про него не знал. Так сказать, моим фаворитом был радиоскан 701, по-моему. Вот, но, к сожалению, он умеет делать все, но для слепого это фактически бесполезно, только щелчки послушать. Ну, в общем, так. И затем, в общем-то, моя жизнь обернулась круговоротом различных увлечений, и как-то опять о дозиметрах я, о радиометрах позабыл. Но тут недавно, этим летом, были выезды. Я уже говорил в предыдущем видео, что, собственно, не сколько я занимался радио, сколько я бродил с одним хорошим человеком по Финскому заливу с еще одной очень интересной штукой. Это, собственно, металлоискатель, клюшка, как его называют. И тут меня, как бы, посетила мысль, блин, а было бы прикольно померить этот песочек еще и, собственно, каким-нибудь интересным приборчиком по поводу радиации. Кто знает, все-таки Гранит, Питер, тут должно быть интересно. А глядишь, может, какая-то еруда нашлась бы. Так вот, как подумал-подумал, ну, собственно, мой шапоголизм в один из будних дней мне сказал привет, и я полетел на разные маркетплейсы искать себе дозиметр. Первое, что я взял, это был вот такой вот, собственно, дозиметр-радиометр радиохода 101. Вот. Почему именно он? Да, на самом деле, все очень просто. Он быстрый. Вот. Как я уже описал свою ситуацию, мне хотелось не измерять яблоки, насколько они опасны, чернику или грибы, вот, собственно, а просто ходить по разным участкам нашей родины и измерять, собственно, фон, радиацию. Мало ли что найдется. Так вот, под эти задачи оказалось, что нужен именно такой радиометр. Собственно, почему? Потому что у него сам датчик, это кристалл, а кристалл реагирует гораздо быстрее на какие-либо излучения. Ну, точно, не какие-либо, конечно же, а в первую очередь, гамма, потому что это гамма-анализатор. Об этом расскажу позже. Но в качестве поискового это наиболее интересный вариант. Кстати, да, я его только что достал из чехла. Это интересный чехол, он крепится на ногу, чтобы, собственно, сам аппарат был максимально близко к земле и мог измерять, что там такое. Вот, собственно, аппарат мне понравился. Главное его преимущество в моем случае это то, что он подключается к телефону и, собственно, может все свои измеренные данные передавать на телефон. Приложение там вслепую доступно так себе, но, в принципе, пользоваться можно немножко необычным способом, но, в общем-то, что я хотел, то получил. Вот. Современный аппарат интересный достаточно, поэтому, как бы, ну, вот так вот. Я его, в общем-то, уже испытал. Выходы были по городу, выходы были на природу и, собственно, действительно он удобней, чем, допустим, вот эта штука. А вот эта штука, это МКС, что там, 0.1, СО, 1М, что-то типа того, но название видео будет конкретное. Название указано, у него такое необычное название. Почему я его взял, сейчас продемонстрирую. Кнопочки у него. Прибор готов к работе. В общем-то, наверное, уже понятно. Прибор говорящий, для меня это важно, так сказать, оперативно что-то померить, не подключаясь к телефону. Вот, допустим. Сейчас он, конечно, покажет ерунду, потому что он не устаканился, у него довольно большая погрешность на старте, как и у любого, по сути, радиометра. Ну, вот, допустим, нажмём. Ну, сейчас он устаканивается, показывает 23, по факту он покажет, скорее всего, что-то типа 20 у меня в квартире. Он чуть-чуть завышает, но такая у него особенность. Опять-таки, кому интересно, можете про МКС по особенности почитать, узнайте. Вот, но это не самое главное. Блин, зачем я его поставил? Ну, ладно. У этого прибора, в отличие от вот этого, есть, собственно, вот такая вот замечательная крыжечка, как у старого телефона, почти слайдер. Мы её отодвигаем, и получается, что мы можем уже измерять не только гамму излучения, которое сквозь крыжечку легко пролетает, мы можем измерять ещё альфа-бету. У нас в кадре есть рюмочка, но употреблять мы ничего не будем, рюмочку мы будем мерить. Собственно, рюмочка эта старенькая, даже вот такая вот уже побитая жизнь. Не знаю, видно, не видно. Вот, но она из хрусталя, из старого хрусталя. Хрусталь в самом составе имеет свинец, а свинец у нас немножечко фонит. Так вот, сейчас мы будем эту замечательную рюмочку мерить. Закроем крышку и посмотрим, в общем, сейчас у меня аппарат включён, посмотрим его фон, что он там мне на кухне намерил. Так, кнопочка старенькая. Мощность дозы 13 микроэнген в час, допустим. Теперь мы берём эту рюмочку, подносим к датчику прибора и будем ждать. Ещё раз говорю, что действительно прибор довольно медленный, поэтому как раз-таки, опять-таки, никуда не денешься. Прибор с кристаллом, который лежит рядом, нужен. Но вот для таких измерений как раз-таки МКС-ка она идеальна. Ну вот сейчас я поднёс рюмочку, по-моему, правильно, и смотрим, что он покажет. Мощность дозы 13 микроэнген в час. И ничего он почти не показал. Но дело в том, что из рюмочки у нас кое-что вылетает, но вылетает именно гамма. Бета-частицы вылетают, и они об эту крышку ударяются. Да, они там должны создавать какое-то тормозное излучение, но оно слишком слабое в данном случае, поэтому что из неё много не летит. Теперь открываем, собственно, датчик и будем мерить уже и гамму, и альфу, и бету. Ну, в частности, сейчас мы, скорее всего, увидим просто бету. Ну вот, ждём. Главное, правильно угол соблюсти, потому что дело такое. Ну, слышите, он даже чаще стал стрекотать. Мощность дозы 15 микроэнген в час. Вот она потихонечку растёт. Собственно, датчик с ледяной у этого аппарата сейчас бомбардирует электроны, бета-частицы, и сейчас будет уровень подниматься. Мощность дозы 16 микроэнген в час. Ну, как-то вот медленно, честно говоря, всё происходит, но такая уж особенность у этого дозиметра. Да ещё я кривовато держу, немножко они неудобны. Так, ну что, ещё чуть подождём. Ну, слышите, щелочков гораздо больше стало. Мощность дозы 18 микроэнген в час. Подрастает, подрастает. Сейчас попробую поудобнее взяться, потому что под определенным углом там довольно интересные цифры получаются. А и кнопочку ещё неудобно жать. Ну, что там поедаешь? Мощность дозы 18 микроэнген в час. Ну, как минимум, он уже отреагировал на это дело. Сейчас попробую поудобнее. Недавно я набрел тут побольше от этой рюмочки. Да, пардон за тишину, но... Мощность дозы 20 микроэнген в час. Ну, вот потихонечку всё больше и больше. На самом деле она могла бы побольше замерить, просто я не очень правильно держу сейчас. А при измерении радиации, собственно, излучение, очень важно угол совы дать, потому что... Ну, под определенным углом они летят, частички эти. Так... Мощность дозы 22 микроэнген в час. Ну, вот уже 22. Нормально. Ну, кстати, мы ещё не превысили пока никакой уровень, потому что... Ну, в общем-то, в среднем должно быть 30. Ну, не должно быть 30, а всё, что 30, это как бы считается уже много. Так, ну, давай, наверь мне что-нибудь интересное. Не хочет на людях. Мощность дозы 22 микроэнгена в час. Нормально. Сейчас как-нибудь вот так возьмём. Должно быть поинтереснее. Излучение очень слабое, поэтому, естественно, что тут... Что-то намерить не так просто. Мощность дозы 23 микроэнгена в час. Ну, собственно, вы видели, что на МКС измерять всё довольно медленно. Но зато он улавливает бету. А вот... Вот эта вот штука, мой любимец, как его называют, код. Потому что радиокоды, ну, типа, сыр из... Радиокод, некоторые говорят, что это просто код. Вот. Давайте запустим просто, послушаем. Он не говорит. Ну, вот он вот так вот и учит. Кстати, многих, между прочим, это довольно сильно раздражает. Потому что... Заметили, насколько разница в челчках есть у МКСа и у этого? У них просто расчёты разные. И один показывает на определённое количество, так сказать, пойманных частиц. Одно количество щелчков, а другое – другое. Вот и всё. Поэтому здесь они чаще. Но, опять-таки, ориентироваться на это также можно. Вот. Особенно это заметно в чистых местах, потому что вот эта вот штука начинает, собственно, издавать свои звуки очень-очень редко. А если сравнивать, собственно, вот это вот всё с каким-то более привычным дозиметром, радиометром, то получается, что, судя по звуку, можно подумать, что он обнаружил страшный источник заражения, и нужно уже уносить ноги. Как всё это работает с телефоном, я не буду показывать прозрачь, я покажу, как пользуюсь сам, слепую. Так, мне кажется, будет даже поинтереснее. Берём телефон. Всё разблокируем тут у нас. Так. Открываем приложение «Радиокод». Сейчас он подключится. Я пока перейду в интересующее меня место. Ну, вот, собственно, далее. Всё, был звук. Так, пока это он предлагает прошивку мне новую поставить. Пока мы этим заниматься не будем. Так, сейчас мы... Всё вживую. Так, открываем меню. Я открываю раздел «Карты». Это странно, да, делать это дома? Но для меня есть один... Здесь очень большое преимущество, один очень большой плюс. Я двигаюсь по карте, ну, в смысле, по интерфейсу карты. И нахожу, собственно, показатель фона. И просто его слушаю. Всё это у меня проговаривается прямо вот так вот в онлайне. Давайте послушаем. Ну, в общем, намерил он тут у меня где-то... 12 микроэнерген. И, собственно, 10 частиц. Мне этого вполне все хватает. Тут также можно, в принципе... В принципе, тут также можно будет посмотреть и дозу. Я выключу, наверное, чтобы это никого не раздражало. Слепо это делается довольно интересно. Нажимаем меню. Раз, два, три. И нажимаем ещё раз. Всё выключается. Вот. Для меня это удобно. Потому что на телефоне можно воспользоваться от этой функции, как я продемонстрировал. Посмотреть фон и количество частиц на единицу времени. Плюс для меня доступна, собственно, с функцией дозиметр. Мы можем сбросить, собственно, дозу до нуля. И потом, если мы куда-то отправимся в какое-то странное место, то, по факту, она будет накапливаться там. Если от телефона, собственно, дозиметр не отключать. И мы сможем посмотреть, сколько человек хватанул. Ну, а теперь лирическая часть всего этого видео. Для чего мне это нужно? Ну, эти приборы стоят денег. Это и так, я думаю, всем понятно. Правда, вот этот МКС я купил бэушным на Яндекс.Маркете. Неожиданно, да? Ну, на Яндекс.Маркете иногда подают списанные вещи. Вот. С разных заводов, всё прочее. Да, по факту, он даже был не распечатан, когда я его купил. Но он не имеет поверки. Точнее, она у него просрочена. Вот. Но за те деньги, за которых я приобрёл его, в принципе, это очень вкусный вариант. Тем более, ну, как показывает Практика, действительно, на каком-то выезде, на исследовании, так громко скажем, всё-таки нужно два дозиметра. Я уже, наверное, пояснил, почему. Вот. А теперь, для чего мне вообще всё это нужно? На самом деле, ответ очень банальный. Это интересно. Ну, в этом, наверное, есть, как и в радиолюбительстве, какая-то романтика. В то же время, ты как-то развиваешь свой мозг. Для того, чтобы всем этим пользоваться, для того, чтобы понимать, что ты там намерил, нужно чуть-чуть всё-таки размять свои мозги. А мне эта тема очень нравится. Всё-таки возраст. И мозги нужно разминать. Вот. Это шутка, но в каждой шутке, как говорится. Так вот, отправиться просто по городу, ну, чтобы в кармане или прямо на ноге была вот эта вот штука. Проехаться в метро, проехаться на троллейбусе, выйти в каком-нибудь, не знаю, прогуляться в парке, пройтись по центру города, выехать за город. И всегда ты можешь посмотреть фон. Это, кажется, нафига вам нужно? Ну, блин. Страшных заражений, скорее всего, у нас нет. А те, кто хотят, собственно, обезопасить свою жизнь, те немножко по-другому к этому относятся. Опять-таки, я любитель, мне практика всего этого мероприятия не так интересна. Точнее, не практическая оставляющая, а вот, ну вот, мы купили яблоки, померили. Да, они с небольшим превышением. Я купил тушенку, и слава богу, она хорошая. Нет, это, блин, это, конечно, полезно и здорово. Так, наверное, надо делать, но мне это неинтересно. Мне, ну, опять-таки, как с радиолюбительством. Я провожу связи на коротких волнах, на ультракоротких волнах, бегаю с антеннами. Так, оно попыталось меня послушать. Сейчас заговорить? Надеюсь, нет. Прервали самый интересный момент. Так вот, в радиолюбительстве меня привлекает именно познание чего-то необычного, чего-то нового, вкупе с этой романтикой радиолюбительской. Ну, это вот вечер, антенна, на крыше или, допустим, на выезде. Что-то в этом есть. Здесь то же самое абсолютно. А походу с дозиметром в руке, вот что-то такое колышется в моей душе, мне от этого становится прикольно и интересно. Это сложно объяснить, на самом деле, потому что, ну, не каждому это в кайф. Кто-то скажет, ну, блин, ты дурак, отдать деньги, можно было себе смартфоновые купить или какой-нибудь. Очередную банальную фигню. Да, смартфон, конечно, замечательный, неплохо, чтобы он был новый. Но вот, имея такие вещи, ты становишься ближе к чему-то необычному, к чему-то интересному. Мне миллиард лет световых до каких-нибудь даже самых начинающих, допустим, ученых. Но в то же время быть причастным к чему-то такому необычному, ну, наверное, просто хочется. Надеюсь, как-то сумбурно, но смог донести, почему это интересно. И такие, как я, на самом деле, далеко не мало. На Ютубе дофига людей. Стоило мне рассказать, собственно, в той сфере, где я общаюсь, людям. И уже несколько людей ищут дозиметры, радиометры на Авито. Кто-то смотрит уже на более интересные, на более современные, ну, к сожалению, и более дорогие устройства. Тема, кстати, заразная, будьте осторожны, если заинтересуетесь, тысячу раз подумайте, надо вам это, не надо. Вот, самое главное, в грязные места не лазите, и, в общем-то, все будет хорошо, а деньги можно накопить. В общем, какой-то такой сумбурный выпуск у меня получился. Но, опять-таки, я хотел просто рассказать о своем новом вручении. Я в нем пока ничего особого не достиг. Только понял, что вокруг нас, в Санкт-Петербурге, страшной радиации нет. Есть какие-нибудь небольшие пятнышки, которые еле-еле превышают, допустимую, так сказать, мощность дозы. Наверное, это единственное. А так, по факту, блин, да даже в карьеру интересно было съездить. Я не снимал там, правда. Но вот в карьере идешь с дозиметром в руках, или в кармане, или на ноге, и вот какая-то гряда камней, она, допустим, излучает столько-то. Ты переходишь на песчаную область, там по-другому все. И, в общем-то, все ведь это под собой имеет теоретическую базу, с которой можно ознакомиться. И вот мое любимое, понять, что физика, она работает. Вот ты вроде тупой валенок, ты как бы в физике еле-еле там что-то пытаешься понять, но ты с помощью прибора на практике можешь убедиться, что да, физика работает, и от этого становится прикольно. Мне как-то вот незаконной физики хочется нарушить, наоборот, их для себя продемонстрировать. Вот. Как-то так. Блин, ну, добавить пока мне больше нечего. Надеюсь, будут еще какие-то видео на эту тему. На самом деле снимается довольно сложно про дозиметрические исследования, потому что, ну, камеру только слев зубы остается взять. В общем, как-то так. Ставьте дизлайки, не стесняйтесь, ставьте лайки. Тоже не стесняйтесь, пишите комментарии, это мне поможет. Да и, в общем-то, всем три. Всем пока.